Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови Царю Небесный, Утешителю нашей истины, И в весы, и вся исполняяй Закровище благи и жизни подателю, Приди в силе сяны, И отчистены, и от всякие сквери, И спасти блажей души наши. Отец наш Небесный, Господь Иисус, молим Тебя, благослови наши занятия, послови Богу Иисусу Тому, Которое будет судить нас в последний день, чтобы мы всегда обращались к Нему во всех случаях жизни своей, наипатеже благовестия, чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст наших, но только доброе, приправленное солью благодати и истины. Благодарим Тебя, Господи, что Ты даруешь нам быть искренними, иметь совесть, которая может благовыгодить Тебе, Господу, Твою Отцу, и которая побеждает сатанинские козни. Уповаем на Тебя, Господь. Тебе слава за все, Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу Христу. Рассаживайтесь, где кому-то. Сестре, дайте. Сестре, дайте. Дайте сестре. Там, как говорится, мягче. Горячий, потом чай горячего. А то, что ты закашиваешься, поэтому... Может, теплая водитель, а у нас это... Да нет, горячий чай. И печеная. Горячий чай. Мед. Чай. А то есть, это... Сфальпы эту ложись. Нет, потому что я потренировался, это... Может быть, с лимончиком? Ну, можно. Потому что, смотри, сейчас работал, в леске пятнашки с ним играл, готовил, он чемпионат меда готовит. Валя. И... Пока встал, вы все наберете? Да нет, ну что, мы уже понимаем, тут в Барнауле вообще крутые ребята. Тут же какое-то соревнование было, приезжал какой-то Мэйсон тут. Так далее. Мы же, как говорится, не на заборках находимся. Мы сами иногда руками помахать. Да ладно, уноси. Переедем. Я вообще спокойный дзер. Дрявы-то. Так. У меня Евангелие от Луки и стоит. А у нас что мы читаем? 17-й. У нас от Матфея. 1-я. 1-я глава Матфея. То есть у нас кастюль, да? Так, сейчас откроем. Нет, не 17-й. Нет, что вы. 17-й, да? Так, точно. Все. Итак, святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, златоустого, беседа на святое Евангелие от Матфея. Итак, мы теперь говорим не о вечном рождении, но о дольнем и земном, бывшем при тысяче свидетелей. Да и о семь будем говорить только то, что для нас возможно, по мере полученной нами благодати Духа. Ибо о семь рождений нельзя говорить со всей ясностью, потому что и оно весьма чудно. Итак, не думай, будто слышишь о семь рождений, но слыша, что Бог пришел на землю, размыслия и трепещи. Это было так удивительно и чудно, что и ангелы хором воздали славу Богу за весь мир. И пророки задолго прежде изумлялись от того, что Он, с большой буквы, на землю придет, пришел и с человеком жить. Варуха 3, глава 38 стих. Ибо весьма странно слышать, что Бог неприступный, неизреченный, непостижимый и равный Отцу благоволил пройти через девичью утробу, родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. И что говорил Давида и Авраама, даже что еще удивительнее, тех жен-блудниц, о которых мы недавно упоминали. Слыша сие, не представляй себе ничего низкого, напротив, тем больше дивись, что Сын безначального Отца, Сын истинный, благоволил назваться Сыном Давидовым, дабы Тебя соделать Сыном Божьим. Благоволил иметь Отцом Своим раба, дабы для Тебя раба сделать Отцом Господа. «Видишь ли в самом начале, каковы Евангелия, когда ты слышишь, что Сын Божий есть Сын Давидов и Авраамов, то уже не сомневайся, что и ты, Сыном Адамов, будешь Сыном Божьим. Ибо Он, Христос, не стал бы напрасно и попусту так уничижать Себя, если бы не хотел нас возжить. Он родился по плоти, дабы ты родился Духом, ибо тем, что родился от жены, Он уподобился нам». «От тем, что родился не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа Иоанна 1.13, но от Святого Духа, предвещая это в высшем и будущем рождении, которое намерен даровать нам от Духа. Таково же было и все прочее, таково было и крещение. Оно имело нечто ветхое и нечто новое, ибо принять крещение от пророка показывает нечто ветхое. А что сходит Дух, Дух с большой, Дух и Святой, показывает нечто новое. «Представь, что кто-нибудь, став между двумя человеками, стоящими друг от друга в отдалении, протянул к ним руки, одну к тому, другую к другому, и соединил обоих». «Так поступил Христос, Сын Божий, соединяя ветхий завет с новым, божественное естество с человеческим, свое с нашим, небесное, земным. «Видишь ли блеск града Божия, каким светом осиял тебя при самом входе, как тот час показал тебе царя в твоем образе, точно посреди стана, ибо в стане царь не всегда является в собственном величии, но часто, сложив порфиру и диадему, облекается в одежду воина. Впрочем, земной царь так поступает для того, чтобы, став известным, не привлечь в себе неприятелей, а царь небесный, напротив, для того, чтобы, сделавшись известным, не заставить врага бежать прежде в сражение с собою и не привести в смятение своих, ибо он старается спасать, а не страшить. Посему и назван с именем Иисус, ибо имя Иисус есть не греческое, а еврейское. На греческом языке означает оно спаситель, а спасителем он называется, потому что спас народ свой. Но если бы евангелист представил родословие девы, то его почли бы нововодителем, посему, дабы мы знали, кто была Мария и откуда происходила, и дабы в то же время не был нарушен обычай, он представил родословие ее обручника и показал, что он происходит от дома Давида. Ибо когда это доказано, тогда и то же время доказано, что и дева была из его же рода. Не случилось ли тебе видеть, что из телесных глаз, когда они долго побудут в дыму, текут слезы, а на свежем воздухе, на лугах, при источниках и в садах они делаются острее и здоровее. То же бывает и с зрением душевным. Если оно обращено на луг духовных писаний, то делается чистым, ясным и проницательным. Так что можно видеть наветы бесовские. А если оставить в дыму житейских попечений, непрестанно будет испускать слезы, плакать в этом и в будущем веке. Ибо дела человеческие подобны дыму, и ничто не причиняет столько болезни душевному зрению и не мутит его, как множество житейских попечений и пожеланий. Как обыкновенный огонь, охватывая вещество влажное и промокшее, производит большой дым, так и всякая похоть рождает большой дым и наводит тьму забвения, когда объемлют чу-либо душу страстную и слабую. Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания Библии, дабы угасить огонь страстей и разогнать дым житейской суеты, ибо ничто не приносит столь великой пользы, как молитва и чтение Божественного Писания. Если мы упражняемся в них с трезвенным умом, это есть пища души, ее украшение, ее жизнь, врачество и укрепление ума, этим мы должны украшаться, этим должны возводить к совершенству слуг, детей, жен, друзей и врагов, обращать к друзей. Так и великие мужи и друзья Божии достигали совершенства. Давид по своем грехопадении, как скоро внял слово поучение, тотчас показал в себе прекраснейший образец покаяния. И апостолы при помощи слова Христова соделались тем, чем были впоследствии обратили весь мир. Но какая стоишь польза, когда иной слушает, но не исполняет того, что слышит? Немалая польза будет от одного слышания. Вот мы сидим сейчас слушаем, это очень немалая польза. Узнаешь сам себя, вздохнешь. А может быть дойдешь до того, что будешь исполнять слышанное, а кто не знает и того, что он согрешил, может ли перестать грешить? Может ли узнать свои грехи? Итак, не будем пренебрегать слушанием священных писаний, не позволять себе видеть сокровища, чтобы не обогатиться, это умысел дьявола. Он представляет нам, что слушать Божий закон ничего не значит. Опасаясь, чтобы, слушая его, мы не расположились исполнять его. Итак, зная этот пагубный умысел его, оградимся со всех сторон духовными письменами, молитвами и священными писаниями, дабы, окружившись этим оружием, не только самим не попасть в плен, но и сокрушить его главу, а за сие увенчаться славным победным знаком и достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Это беседа Иоанна Златоуста на Матфея 1 главу 17 стих «Родословие Иисуса Христа». Ну сразу видно, что Златоуст написал. Да, ну, кстати, это довольно-таки коротко еще написал. Это книга Златоуста стоит. Это из беседы Златоуста на... А это из Альгелия, толкование. Это толкование. Прямо дает, блаженный Феофилак дает это толкование Златоуста для того, чтобы всякий человек теперь дальше, который это прочитал или услышал, не задавал вопросов глупых. А как она родила? А как она зародила? Так она же дева, а он человек, а он Бог. Это как там случилось? По-человечески-то мы сейчас все знаем, даже научно там все знаем. А как по-духовному? Вот Златоуст и сказал, не надо задавать лишних вопросов. Она из какого рода? Из рода царей. Вот все, значит, Давид из того же рода. И все понятно. Ну, апостол Тимофей сказал же, великая благочестие тайна. То есть Бог явился во плоти. Да. Вот, брат, начинай. Дальше. Восемнадцатый стих. Рождество Иисуса Христа было так. Толкование. Сперва изобразил родословие и, желая покрыть сию тайну, упомянул о муже Марии Иосифу. По обручению матери и его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очереве от духа святами. Толкование. Не сказал, прежде нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила в его доме, так как древние имели обыкновение охранять обрученных в собственном доме, чему и ныне еще можно видеть примеры. Так и зетя Лотовы по обручении жили вместе с ним в его доме. Так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Почему же прежде обручения она зачала в очереве? А, почему же не прежде обручения она зачала в очереве? Бог не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от девы, и что дева пострадала от них. Впрочем, чтобы дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, дивных и знаменитых мужей. Если Христос и многое первоначально скрывал, называя себя сыном человеческим, если он и не везде ясно открывал нам свое равенство с отцом, то чему девица, если он и сие прикрыл, устрояя дивное и великое таинство? Дивно то, что дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы иудеи знали об этой тайне вначале, то побили бы деву камнями и осудили бы как блудницу. Если уже и в таких случаях, в коих примеры часто встречались с ним еще в Ветхом Завете, они обнаружили свое беспокойство. И когда Христос изгонял бесов, называли его беснующимся. Когда исцелял больных, в субботу почитали его противникам Богу. Хотя суббота и прежде часто была нарушаема. То чего бы ни сказали бы, услышав, что дева рождает. Посему-то и представляется родословие Иосифа. И он обручается с девою. Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, возымел помысл сомнения касательно девы, и многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, если и для него нужно было явление ангела, видение во время сна и свидетельства пророческие, то как могли принять сию тайну иудеи, которые были лукавы и разращены. Посему и апостолы не говорили часто о рождении его, но о воскресении многократно возвещали. Даже сама Матерь его не дерзала объявлять о сём. Посмотри, что говорит она ему самому. Вот отец твой и я с великою скорби искали тебя. Лука 2 глава 48 стих. То есть отец с маленькой буквы, она имеет в виду Иосифа. Вот отец, она даже сыну своему ничего не рассказывала, что папа там тебя не Иосиф, а Дом Святой. Она так не говорила. Вот отец, она отцом называла своего обручника. Потому что если бы селье последнее было заподозрено, то его, Христа, не стали бы почитать сыном Давидовым, а от непризнания его сыном Давидовым произошло бы много и других зол. Посему и ангелы не всем сказывают об этом рождении, а объявили одной Марии и Иосифу. Когда же благовествовали пасы о родившемся младенце, с большой буквы младенце, то не совокупили, что он родился от девы. То есть ангелы, когда пастухам говорили, они не говорили, что от девы. Хотя пророчества были, что дева родит. Почему они все так боялись? Наоборот, надо было освящать. Вот, дева родила, смотрите, это истинный сын Божий. Я хотел бы тут со священным писанием сравнить, Верхов Завета. Это книга судей. Когда Маной, это отец Самсона, хотел сказать, он судья, спаситель Израиля, разговаривает со своей женой. Жена его говорит, явился мне некто и сказал, что сын наш будет таким-то, таким-то, будет судьей, будет спасителем Израиля. Он говорит, как так явился? А куда он делся? Ну, исчез, как сказал, исчез. А почему ты меня не позвала? Ну, я что-то не подумала. Ты подожди, в следующий раз, как он явится, ты ему скажи, а ты задержись? Задержись, я вот сейчас с мужем приду, и ты это скажешь ему. И тогда я вот поверю тебе. Ну, хорошо. И он является на поле, там где-то около дерева, и является. И она говорит, ты задержишься? Он говорит, задержусь. Ну, пришел муж. Он ему пересказывает, будет судьей Израиля, будет ногтей своих младенческих, назареем наречется, не будет пить волосы, есть там виноградов, все пить. Он говорит, ну, хорошо. Но мне надо это проверить. А как? Хочешь ты проверить? Ну, я тебе сейчас, вот ты меня подожди, я сейчас сбегаю, приготовлю тебе угощение. Если ты примешь его, тогда все. Тот говорит, ну, хорошо, давай я подожду. И он побежал. Вы понимаете, это чудо. Оно чудо, и в то же время оно как бы не чудо. Оно чудо здесь для двоих. Здесь Маной, и жена его видит, этого ангела, как оказалось, это ангел. Это чудо видят, когда он принес ему этот горшок, там сваривал лепешку, и он взял, прикоснулся с жезлом, и огонь вышел, и все исчезло. То есть все, вот, лишь принял. И он исчез. Это чудо тоже они видят, вдвоем видят. Теперь берем чудо Девы Марии. Какое это чудо? В чем оно заключается, для людей это чудо? Ну, и не мог, ни ангелы, никто не могли сказать пастухам, а Девы там родиться, потому что там вот так все произошло, вот так, от Духа Святого, потому что это сложно было все рассказывать, и не каждый поверит сразу. И надо ли было это делать? Я так думаю, что здесь вот в чем, есть настоящие чудеса, и народ израильский, их видел эти чудеса, и передавал. Когда вода вот так расступается, и стоит двумя стенами, знаете, это чудо побольше, чем там где-то кто-то, Дева там не Дева там, никто думать не будет. Она одна, это все только с ней связано. Чудо перед глазами, никакого других не прошло. Это вот чудо зарождения Господа нашего, от Духа Святого и человека Девы Марии. Это на уровне веры чудо. А чудеса настоящие, которые случались, как там являлись, книги Маковисты читаем, являлись, там Трифон этот решил зайти в храм, просто царик, и тут в этот момент являются всадники, юноши на белых конях, в золотых доспехах, давай его там лупить, и все это видят. И в самое нужное время, когда молились Богу, когда хотели, чтобы он в святой святок, в святой не зашел, потом дальше, бьются они с иноплеменниками. Иноплеменников в три раза больше. И вдруг, откуда ни возьмись, целое войско ангельское, на белых лошадях, выскакивают, золотом блещут, вот это, понимая, чудеса. Это же чудо. И с одной стороны, это рождение Иисуса Христа, с одной стороны, величайшее просто чудо. Если кто-то в него поверит, все, это до конца жизни, человек будет верующим в Иисуса Христа. Но, чтобы в него поверить, нужна вера, сильнейшая. А если не поверить, ну не поверить, вообще легко не поверить. Легко, легко не поверить. И евреи, поэтому, они сильно на этом тоже не останавливаются. Сильно они разговаривают про это. Потому что, уж больно, это сложный вопрос для них. Поэтому они так придумали. Кто начинает с ними об этом разговаривать, они сразу, да, это блудница там была у нас, да, она там родила от римлянина, который бежал там из своего войска дезертира. И вот это вот они придумали. Но это для тех, кто знает и кто говорит. А кто не знает и кто не говорит, они это промолчали. И я думаю, вот это молчание еврейское довело протестантов всех до такого понятия, что Дева Мария, она, как бы, в своем месте стоит, а вот Иисус Христос, ну это наш спаситель и так далее. То есть, как бы она никакого отношения даже к Иисусу Христу не имеет. Они стараются вообще о ней ничего не говорить, о матери. Мы сколько песнопений о Иисусе Христе баптистских смотрим? В 2555. Все. Про Деву там есть что-то или нет? Ну есть иногда, встречается, там младенец родился, о, это, тихая ночь. Ну, это все гипотетически можно представить. Где-то там упоминается, там слово мать еще, но это редко-редко. Нету развития дальше образа Марии как девы, как человека, праведника. Это же получается, она праведная и святая. А дальше пошли уже, назвали ее пресвятой. Дальше пошли люди, назвали пресвятой. Почему? Полное отличие. Для чего? Показать, что это чудо, оно на грани веры. Вот вера и рождение Христа, это вот одно и то же практически. Принимаешь это, все принимаешь, как троица. Принимаешь троицу, все, ты принял веру православную истинную. Принимаешь рождение Христа от Девы Марии, вот именно вот так, как все случилось, все ты точно православный. Потому что протестанты так не принимают, католики так не приняли. Почему? Им мало этого было. Они пытались доказать и решили, что, так она тоже как богиня. она тоже непорочно зачата, и поэтому тогда уже тут все понятно. А так попробуй докажи это. Не надо ничего здесь доказывать. И вот Златоуст об этом и говорит. Священные Писания читайте, и вам все станет ясно, от чего это произошло. Ведь этому этому исполнению благодати Божией способствовало пророчество, которое было сказано за сотни лет до этого события. С чего оно началось? Все началось только с того, вот сейчас как Путин выступает, и все. Вот наконец-то власть обратилась лицом к народу. Наконец-то вот президент выступил и сказал, что теперь все для народа. И так далее. Одни разговоры. Никто, ничего. Выступит два раза, миллион раз. Народу лучше, легче никогда не будет. А вот Господь делал для того же, чтобы спасти народ. Если бы не было этого пророчества, сказанного царю в свое время, пророком, то не было бы Исаии причем. То не было бы и рождения. И когда этот царь решил, что все уже кончено, что независимости Израиля уже настал конец, является пророк и говорит, пророчество тебе дано, выбираю. И начинает ему рассказывать. Тот говорит, да нет, я не буду, мне не надо этого. Я все, и так верю. Он говорит, ну ладно, хорошо, тогда Господь сам дает вам пророчество. Все дело, примет в Ачеве и родит сына, и наречете ему имя, Эммануил, что значит с нами Бог. И все, и больше ничего нету. И когда Симеон, богоприимец, на греческий язык переводил, письмена еврейские эти, он посмотрел, а там Альма написана. И он сказал, да, как может быть Дева, это наверное будет слово молодая женщина, она тоже такое созвучное, но не это, не Дева на еврейском языке. И он берет и переписывает, вычеркивает это, прям вытирает и пишет, молодая женщина родит в Ачеве, это, понесет в Ачеве родит сына. Потому что Дева не может зачать в Ачеве. Если Дева зачла, она уже не Дева. Но тогда и пророчество все изменилось. И в этот момент ангел приходит и говорит, за то, что ты исправил слово Божие, теперь не умрешь до тех пор, пока не увидишь исполнение этого пророчества. И он 362 года живет, ходит к этому храму. Где оно исполнится, это пророчество? Кто знает? Он живет и живет. Это кто? Семен Богоприимец. Праздник есть такой, когда ведение, не ведение во храм, а это обрезание Господня. И тогда принесли его на восьмой день, и тут Семен Богоприимец пришел. Жертву приносили за него, две горлицы принесли по нищете. И вот и он тогда приходит, и он вот это дает, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. То есть это продолжение все имеет. Дальше-то что? То есть когда мы читаем, ну дева, да, зачала, ну где тут чудо, какое? А дальше чудо происходит. Два раза является ангел Иосифу. Так? Потом дальше Господь наш подрастает в младенчестве и видя, как он возрастает в благоволении людей и Бога. Представя, Богородица все на сердце, все матери его Мария откладывает на сердце. Для чего? Чтобы потом апостолы, смотря на веру ее, как она приняла Господа сердце свое, Богом назвала Иисуса Христа первая она, чтобы они могли уверовать. Это все имеет дальнейшие последствия. Симеон Богоприимец, Анна пророчица здесь. И весь народ это видит. И дальше они знали, что Богородица при храме воспитывалась. Они знали ее святую жизнь. И никто, ни один человек не смог подняться и написать где-то в Ветхом Завете, что она не так все исполняла. Даже друзья Ивова пришли, видели его жизнь, были друзьями, четверо их пришло. Плакали семь дней, смотря на на него и все-таки конечно итоги начали его обвинять в том, что он согрешил. А здесь люди видели ее святую жизнь. И ни один язык не пошевелился, как говорится, ни один пес языком не пошевелил на нее. Никто. Это после уже там, когда уже поняли иудеи, тогда они начали уже это все придумывать, всякие эпитеты давать ей. А до этого-то никто ничего не смог сказать. В письменном виде-то ничего нету. Никто не может оболгать ее в письменном виде. Так только заочно где-то. Но это любого можно все навалить. Еще дополнение большое. Господь еще подготавливал, где-то я в толкане, то ли Золотовск, то ли я читал, что он подготавливал, например, что Аврам в 100-летнем возрасте, считай, родился 99-го как еще не помню. 99-го лет было. 99-го было Саре, а ему 100-лет было. И они зачали родился Исаак. 90-го это 100-го в таком возрасте. Да, Господь показал чудо именно. Так это уже глубокие старики получается. Или так же же были? Конечно, конечно. Ну, или подольше. Почему? Там написано было и обыкновенная женская у Сары уже давно прекратилась. Давно прекратилась, да. написано. Обыкновенная женская это Ну, я понял, понимаешь, физические дни. Да, то есть все, она уже была старуха по-нашему. Ну, если Достоевский пишет о проценщице, там этот убивает раскольников ее, и вот вышла проценщица старуха, а ей 42 года описывается. То есть в те времена 40 лет это уже был старый человек. Почему? Поколение подросло уже. Дети раньше выдавали замуж женщин в 15-летнем возрасте и все, и они уже в 35 лет имели взрослых здоровых детей, которые сами уже детей принесли. Поэтому назывались, поэтому бабушка, дедушка, старухи уже. А в 90 лет это не просто старуха, это уже дважды старуха. показывают, там тоже поздно, даже 70-60 лет. И поэтому это чудо, и это чудо подготовило дальше людей, чтобы принять. Потом до рождения многих было все чудесно. Исаак тоже через 40 лет только в 40-летнем возрасте имел детей. А еще вопрос к такому уж маленькому. А почему везде евреи упоминаются? Что везде втыкаются во все эти темы священные писания делают? Они бога избранный народ. Их же Господь избрал и священное писание для того сохраниться у них. Они сохранили его. Мы должны благодарить евреев. И молиться за них и мир Иерусалиму желать. Потому что Христос еврей. По матери. Да, по матери. Он богачеловек вообще. Ну а это предание сохранило, что был такой человек праведный Евер. Единственный который не пошел строить Валилонскую башню в те времена. Все остальные пошли строить. Кто не пошел? Евер. Как? Евер. Но название евреев от имени евреев. Да, это их предок. По их преданию ... Что-то понесло в зубах какой-то колошь. Чей-то. Сергей посмотрит пожалуйста. По их преданию еврейскому. Мне это не написано слой боже. Их мусульмане тоже не любят. И тут ревеев. И все упоминают. Ты уже такие вопросы поднял. Почему их не любят мусульмане? Мусульмане они... Не, просто вы ревеев что-то все мусульмане это вообще религия убийц. То что они сейчас пока приглушили все это только готовятся. Ну опять теракт в Грозном. Они же не оставляют. Сказали половина из тех кто убит из 10 человек половина жителей Грозного Чечни. А из убитых у тебя есть собачки? Так ладно сейчас оттуда собачки уберусь. Дело в том что все что у нас христианство это все связано с евреями. Мы оттуда Ездор собрал Ветхий Завет. Он был еврей. То есть у нас все в этом. А почему они не христианство а иудаизм? Почему они сами в другую религию верят? Ну они Христа же не приняли они распяли его. Они распяли да. Они проросицы не поверили им. У них было написано. Алкование ложное дают. А почему не сохраняли все это делали почему у них иудаизм? Именно не христианство почему не приняли именно не поверили в Евангелии написано многие священников уверовали в то время тысячи люди обращались это в наше время просто сейчас единицы обращаются евреи а в то время тысячи обращались люди те же самые 12 апостолов там написано потом было 70 учеников потом господь по воскресению ился 500 братьям уже 500 верующих людей но говорят что ведь он и придет судите когда тоже к евреям придет да в книге откровения сказано что остаток спасется евреев то есть в то время когда перед пришествием Христова остаток спасется то есть они уверуют его как поймут что это был мессия когда они увидят антихриста который скажет он восягет как бог написано то есть он себя провозгласит богом я бог и тогда они поймут что это был ложный мессия которого они ждали что мессия уже пришел есть такой фильм искупление вот там хорошо это показано смотрел нет посмотри искупление 45 минут там об этом все показано так когда иосиф удостоверился что она имеет во чреве духа святого то устранив всякое подозрение не только не отсылает ее от себя и не бесчестит но принимает и оказывает ей услуги во время беременности и благоговейно чтит ее явно что не будучи твердо удостоверен зачатие по содействию святого духа не стал бы держать ее у себя и служить ей то что иосиф так благоговейно к ней относился и это говорит о том что он действительно уверовал если бы он не поверил что она начала от святого духа я как-то читал и представлял себя на месте иосифа я но прекрасно знает что он с ней не был и вдруг видит что у нее живот но первая мысль какая изменится ну у него такая мысль в евангелии так и написано и он уже и он представляешь как ангел да ему ангела сказали что ангел ангел да что не бойся пронять деву она имеет очревие от духа святого но по закону по иудейскому он был должен огласить ее то есть он должен был выдать ее что ее должны были побить камнями за пролюбодейство да был такой закон да и он хотел тайно ее отпустить то есть он настолько видно ее любил что он понимал что такая святая девочка не могла ему изменить он колебался он он не верил что на такое способна такую подлость и поэтому он решил тайно ее отпустить тайно то есть как все таки сейчас у нас это внешний скажем ну нраво все это как испортилось вот такие вещи подалось туда-сюда а сейчас вы это так не считаете сейчас это в порядке не у всех тоже не у всех что-то надо говорить у многих конечно некоторые не понимают что такое нравственная жизнь вообще ну так с молодых ногтей если все разодеты женщины голые это считается нормально а это загар топ-лис там еще пункти там открытые до телевидения все запад цилизация туда идет же до телевидения все это уже началось телевидение уже возвратило всему причинен грех надо же подражать надо же чему-то подражать почему столько златоуз говорит о чтении священного писания не читают священное писание значит чему-то другому подражают а чему то что доступнее для этих людей а что доступнее ну вот он телевизор запад там же телевизор включи там же нигде нету сразу раз божественная программа читаем златоуз даже это не смешно там сразу начинается глаза открывать сразу кнопку нажимаем вот что интересно у меня соседка такая которая дальше туда и там и так легче людям чем то даже кто послушает раз в интернете там новости тоже получается тоже забиты голова но ленин это сказал что кино это главный двигатель революции кино кинематограф то есть пропаганда реклама в кино он это понял и все иначе вот первые журналы там эти выпускались безбожник там и потом интервью анти империалистические там ну человеконенавистнический тоже какой-то класс людей ненавидите убивать все это вот от коммунистов пошло развилась очень сильно почему у нас все подмена произошла через вот через говорят все голливуд и так далее кто голливуд образовал никто не говорит эмигрировавшие русские 2 миллиардера из россии 18 организовали там фан называлась тогда эта фабрика грез в россии очень были сильные актеры первые актеры все были российские русские эмигранты потом дальше там американцы и так далее еще подменили за место дворян там умных людей авторитет авторитет перешел к актерам актеры везде посмотрите все забито актерами где не начнешь там журналы какие-то все все актер столько-то родил столько-то выпил столько-то получил причем здесь причем здесь актеры кто такие актеры люди люди это потешники скоморохи которые нужны для того чтобы праздно проводящие жизнь люди могли праздно провести с удовольствием время ну чтобы не все время сидеть за столом и нажираться потому что свиньи бы одни были уже а нужно как-то еще удовольствие получать через зрение решили это все перешли причем от таких культур как там балеты там театры вот оперы перешли к более познаваемому более поглощаемому с уже с настоящими страстями чтобы удовольствия были переходили уже настоящий друг до будоражения мыслей и воображение конечно по она уже произошла давно все вот эти песни и так далее все опустилась до совершенно скотского уровня радуются чему-то там поздравляют друг друга с новыми этими песнопениями получают там деньги неимоверные как и хоккеисты и другие за что получают задуматься если а те кто работают у станков кто пашет кормит людей почему водит они получают почему они никто не пишет но от советское время было сколько фильмов они было о людях труда очень много было то есть вот своеобразно я уже был вот в этом сатана как подмены делает все для рабочего класса там рабочий класс сила там рабочий класс нас кормят эти розумки я помню там что золотой серединой нужно было идти а чтобы золотой серединой идти должны быть судьи в правительстве сидеть и не простые судьи а судьи господни как это было у израильского народа чтобы судили по слову божьему вот тогда было бы все с честно и справедливо тогда не было бы этого что депутаты сейчас решили правительстве что депутаты не будут получать надбавки какие-то но и там спрашивают журналистам но вы можете сказать вот так вот положу руку на сердце сколько зарплата вот у депутатов сейчас будет средняя ну средняя но не меньше чем 200 тысяч рублей то есть точно не сказали и потом поглядел так это ну там эта программа время идет такая бизнес там составка поглядел так в экраны говорит ну при такой зарплате конечно нечего думать ни о каком кризисе кто будет думать о кризисе когда он получает больше 200 тысяч если его наравне с людьми поставили по божественным законам что в каждом городе тогда бы все было понятно и вот это свобода равенство и братство лозунг революционеров он пришел от евреев от масонов и в ночь и масон это еврей это еврейская тайная тайная организация во главе стоит даже видовые евреи сами этого не знают во главе всего минус во главе всего еврейского народа которые должны будут захватить власть почему их и не любят потому что никто не может их поймать но они продали душу свою сатане через кабалу потому что кабала это замена ветхого завета замена священного писания вымыслами человеческими вот как сказал давид вымыслу чего человеческие ненавижу а закон твой люблю они сказали наоборот закон твой ненавидим а вымыслы человеческие очень любим и сатана тогда принял их свою лона и теперь они плавят правит бал убийством и ложью убийством и ложью везде где убийство там масоны везде где вранье и ложь там масоны сейчас они вот на украине там потом подбивают одних против других православных против и униатов в ретри подбивают мусульман против христиан и так далее там даже меж собой станет и шейхи там и туда даже мусульман стоит там они угромитили и туда убей своих чтоб чужие боялись есть вот они там бьются в конечном итоге а побеждать будут евреи в конечном итоге вас сядет над всем над всем миром земным шаром один правитель евреи твоего назовут антихристом это его название будет он будет три с половиной года эти три с половиной года покажется всем как будто до этого прошло тысячелетие будут страшные гонения на всех особенно наверно христу все будет убийство и пытки а потом отречения предательства и а потом христос и победы и блаженство потом придет христос и сметет этого антихрист словом своим американцы они как доноры просто с них сосут нужные соки которые нужны людские материальные резервы духовные силы все высосывать последние также из россии только не только из америки просто россия на другой дает россия дает героев а америка дают обмундирование для героев девятнадцатый стих иосиф же муж ее будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее толкование здесь он называет праведным того который имеет все добродетели иосиф будучи праведен то есть добр кроток и истинен хотя подозреваемая не только заслуживала обличение но закон повелевал даже наказать ее впрочем иосиф избавил ее не только от большего но и от меньшего то есть от стыда не только не хотел наказать но них не захотел и обличить не признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительной страсти вы сами знаете что такое ревность посему-то вполне знавший оную пророк сказал ревность ярость мужа и не пощадит он в день мужчине притчи 634 и люта как преисподняя ревность песня 86 мы знаем что многие лучше готовы лишиться жизни нежели впасть в подозрение ревнивости а здесь было подозрение когда дева изобличалась ясными признаками беременности но иосиф был стойко праведен и чушь страсти что не захотел причинить 9 даже и малейшего огорчения так как оставить ее у себя казалось противным закону обнаружить дело и предоставить ее в суд значило предать ее на смерть то он не сделал ни того ни другого но хотел тайно отпустить ее он поступил выше закона обнаруживая свою добродетель а почему вы иосиф же могу по есть как все это вообще мой ребенок все почему не стал который сильно честно буду дать лучше как он будет врать это не его ребенок клеветажа это пропустил план для иосифа и сказал до пределы давай дальше матфея 120 но когда он помыслил это все ангел господин явился ему во сне и сказал иосиф сын давидов не бойся принять марию жену твою ибо родившаяся в ней есть от духа святого толкование почему дева слышавшая прежде от ангела благовестия не открыла ему этого и видя обручника в смущении не разрешила его недоумение где он бы сказал я духа святого начала потому что она так думала я так думаю что она он бы не поверил не ну вот почему и ангел не сказал иосиф прежде его смущения в этом краще живота бы не потому что он должен испытание был пройти праведности для чего не сказал говоришь ты для того что и иосиф не обнаружил неверия и с ним не случилось того же что захарию вот для чего то есть он бы не поверил бы если бы а тут живут увидел конечно у него раз а потом ангел вот всему свое время а захарий что случилось мою что-то такой захарий отец марии отец марии второй раз аминь это да понимаем просто ошиблись конечно вызвали торопились и он за не верят они мил но в чем он не поверил то вы с николом до захария довольны такой я-то знаю чем маленьких обижать давай говори ангел явился ему когда он не сказал что уже книга кодицы да и он не как как это будет как то что не поверил тебе не разговаривали до времени он нам был сказал что-то вот так тихо так сказали что он ему сказал что у них будет почему он не поверил потому что при плотном возрасте она была неплодна для делом они до лизы и лизавета это вредь мария о и она не креститель можно добавить захаре это тесно креститель но и иосиф тоже не поверил почему именно ему ангел сказал ты прошел испытание а захарии не прошел дело все в том что ангел явился мы знаем это божественная благодать богу известно наши сердца то есть он был сердечно внутри себя он не поверил словами говорил и такое также и осип тоже как так ему это почему потому что сердцу он поверил а где это видно из того что он желал отпустить ее это добродетель его незлобивость человеколюбие оно показало то что он был праведник до конца а захария испытание не вынес хоть был храме хоть был за священническими исполнением священнических обязанностей практически у святой святых стоял жертвой жертвенник кодильный стоит у шторки святая святых и сердце его не поверил поэтому мы можем еще что то сказать но господь видит наше сердце почему и говорит говорится о том как чтобы как мы должны жить как мы должны милость им давать как мы должны должны давать от всего сердца с легким сердцем еще говорят все должно этому происходить поэтому нужно это а чистых сердцем поэтому господь говорит блаженно чистые сердца ибо они бога узрят а может быть чистое сердце ну конечно может несомненно вот иосиф нам показал что у него было чистое сердце не хотел на смерти поэтому вот когда мы начинаем говорить о том как себя вести там ну с людьми и ты если говорить что ты не поднимешь руку на человека даже если он будет бить тебя ты должен это говорить с чистым сердцем но если у тебя это не получается то ну скажи я маловерен я вот буду защищаться буду биться до конца грызться зубами как собаки за кость за свою жизнь значит ну что ж дальше к маме до маловерен запутать ну конечно господь же сказал если ударили тебя в правую щеку подставь и другую нас еще будет бить дальше ну значит можно понять там дальше написано все это как нужно принять смерть написано если гонят тебя написано не бьют а гонят гонят за слово божие прогоняет тебя иди отсюда пляши уходи ты не наш ты проповеди свои надоел уже то и день вот как нас в этот раз выгоняли в володя безропотно подстал и пошел из железнодорожного вокзала и уже все он ушел он уже выход и она его стоять иди сюда да это охранница о чем сделал ну встал вот зал устал человеке начал говорить это посмотри в интернете называется задержание стал начал говорить и все и этого хватило он не сказал трех предложений как уже подскочила православная причем я православная удушу если только появлюсь кадры если я себя увижу я удушу душу и это в интернете у душу представь православная испытание не прошла православная и мы также должны тоже себя вести а то некоторые рассказывают нет за бороду схватили вид меня и ну и как ты себя повел ну как вытащил кулак как дал ему в нос сразу отпустил меня а я свой пример рассказываю неоднократно схватила при сестре надежда была андреевна она уж там угомоляла его все он схватил меня вот так вот козел баран да я тебя хоть как я тебя на колени все я за ним ездил ездил потом говорю приготовьте сейчас у тебя руки отсохнут а чё ты меня будешь бить я не сейчас я господь без меня забьет начали заходить в автобусом это бородатый козел там типа его никуда не пускаете там не давайте ему место там все сейчас я приду разберусь с ним и за мной туда а мы с надеждой андреевна вперед быстренько проходим проходим а там народу но он одного толку второго толку а мы так не чик 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 по смолитвой ну и кого-то он сильно там толкнул и до этого борода ты все козел этом да ты сам козел слышу да я это те кто-то отвечу на меня слышу 3 поплюха пошла поворачивается уже вижу полетел мужичок наш задней двери остановите этот у пьяный остановили у пинка дали все вот и все без не замедлилась казаться вот и мой козел да но мог бы я его победить я даже об этом не думаю мог я там кого победить не мог могли меня там побить не могли я не для этого пришел надо учиться умирать деваться некуда уже верит жизнь вечную я верю вечную жизнь переход я верю в чудо божие настоящее вот чудо господне спасти мне жизнь даровать и дева зачала духа святого понимаешь какое чудо но это даже речи никакой нет ну что значит господь взял из ничего сотворил весь мир а вот как пришел сын божий в этот мир вот это правда действительно чудо это только вера бог стал человеком показал пример умер на кресте христос то не сопротивлялся почему я должен сопротивляться если я христианин если я погребаюсь в водах крещения в смерть христова убирают даю плюю на сатану через левое плечо три раза будь ты проклят и тогда как же я теперь дальше могу отступать тогда я сам буду проклят как сатана вместе вместе с ним а господь апостол павел я перед вами начертал как будто бы образ христа пред вами распятого вот как надо рассказывать чтобы ты прям смотрел на это все у тебя перед глазами христос как будто ты фильм постоянно смотришь распятый кровь истекает страдает вечно и тогда ты уж по-другому лучше относиться ты будешь по-другому себя даже вести ты даже будешь себя по-другому вести перед тем моментом когда тебя будут убивать не очень большая это тоже хотим но какая сила духа у брата если он становится если он становится перед людьми и начинает говорить о христе какая у него сила духа я могу привести пример какая сила духа у брата если он в лютые морозы везет сестру там ходит машину эту прогревает и везет ее чтобы она помолилась тоже сила духа нужно я могу лежать живот поцарапал чем это банка конечно та сила духа вот сейчас надо вот срочно там куда-то ехать конечно так если ты сам не знаю того сам силу духа показываешь ты могу сейчас бабла нарубить капусточки рублей 500 600 а ты сидишь слушаешь бородатых козлов я же не каждый день слушаю я и кому-то еду так господь господь смотрит не на огромный объем а на то небольшое из чего состоит вся вера твоя вот чем дело все из кирпичиков складывается нету такого чтобы сразу бац и вот тебе вся вера вот она сложилась все рожден свыше раз например у него плет в детстве дом он весь там кому-то стих писания же можно спой господь избрал какое неудрая не мудрая немощная там все причисление то есть самое ничтожное в этом для людей в глазах людей и господь потом преображает этого человека дает ему силы духа проповедовать слово боже ну я этих технич в разных валенках заходит в администрацию один серый другой черный его его предлагают на разрыв заходите к нам в кабинет заходите к нам кабинет почему потому что уже знакомые и не встретили по одежке проводили по уму у него весь заплатка раньше больше не уже я забыл заплаток уже он уже вот герои на его не оденешь ему и дают такую не оденешь не оденешь посмотрите раз я насчет читают слово божие да раз могу привести пример насчет себя я когда у только обратился я подойти даже человеку спросить у него время там какую даже просто пройти я настолько стеснительным был что не мог просто но а когда обратился господь и начал об этом молиться что у меня первая одна из первых моих господь дай мне дерзновение нести то вечное евангелие то есть слово божие и господь дал это дерзновение подходишь толпе и говоришь просто господь дает а на самом деле ты внутри всегда что-то сомневаешься боишься трясешься вот это вот тебе все страшно потому что апостол павел где-то он в послании говорит я сейчас не помню каком именно он год я к вам пришел в страхе трепетом он пришел выли крымлина он говорил что в страхе трепета не пришел понимаешь вроде гигант такой духа пишет такие послания и он я пришел страхи и трепети и в этом господь и вил силу свою немощем и немощи немощи моя сила сила завершается вот он стеснительный был это немощь божия его стеснительный играть и хоть тоже был действительно он даже его на уроках спрашивали он не дослышал и он плакал задать вопросы не мог ответить на отлично поэтому он решил большую школу учить все подряд за несколько уроков вперед чтобы знать чтобы ответ на пророка еремию вспомним совесть пророка ими можно вспомнить здесь он был какой возрастом а господь и пойдешь и скажешь он где кто я он чему говорится юношу отрок ну то есть вот вы библию знаете сюда у меня так все отрывками все как бы вот так вот так и как бы вот мне все говорите там а чего ты рассказал тот сказал а мне даже ты нахитят это даже вы не знают это так мы для этого сидим здесь мы же научаемся не я по его просто пример как вы так я так как мне но есть тайны тайны у нас есть у братьев и сестер тайны они тоже кое-что не понимают тоже стесняются сказать так что ты не один такой но я может быть побольше знаю слова божьего не рад браться с чрезвычайно полностью человек это уже знает полностью да у него он уже по-другому соотнажает уже это же но тоже видишь как соображение через что то есть мы же берем вот это местописание вспоминаем сейчас ветхий завет через тот с лишним лет обращаемся потом опять сюда приходим потом берем на сегодняшний день пример то есть если я пришел просто храм бы я бы то никогда не узнал мне здесь посидел просто общаясь конечно я просто держать там там рыбку есть сказать могут что-то еще то помолиться там святой воды сходи свечку поставь здесь вот занятия вот эти занятия дают нам возможность самим формировать мировоззрение евангельское не свое а именно основанное на священном писании на святых отцах понимаешь так а вот так через толкование даже через комментарии святых отцов возрастаем через комментарии наших братьев вот каких дать им ночь через мысли наших братьев вот братья здесь они свои мысли дают это мысли это не их мысли это святые отцы говорили уже это где-то игнатий тихоныч там говорил все но мы вспоминаем это а вот и и на всем этом мы строим осна вот такое твердое фундаментальное основание учения православной церкви потому что вот тут у меня гляди если что вот она книга правил пожалуйста есть у нас правил святых отцов вот допустим говорим о крещении мы сейчас раз откроем 50 апостольское правило и там написано ну к примеру вот о крещении вот мы вот люди 50 правило ащи кто епископ или присвиделись совершит не три погружения единого тайнодействия но едино погружение даемая смерть господню да будет извержен ибо не рекал господь в смерть мою крестите не смерть но шедшие научите вся языки крестящие их во имя отца и сына и святаго духа матфея глава двадцать восьмая стих это 20 стих 20 19 20 стих веке на пить что нужно это на погружение если епископ или присвитер совершает не три погружения тайна детстве это крещение значит но одно погружение которое дает дарует смерть господню дают да будет извержен все извержены сана а у нас вообще нет вообще погружения нету ни одного понимаешь до чего дожили ну вот и все это вот и тот кто тебе брызгал он уже извержен все у тебя одного он побрызгал и он извержены сана его нету вот он только вызвало тебя на самом деле никого нет почему не куляет почему потому что они книгой правил не пользуются когда сидят и рассуждают и им неудобно им очень неудобно ее надо знать ты писать такая книжище и все регламентирует не читают все они будут вычитать ты чё да не с ума сойдут если вы читать вот вот это она есть ответ евреи почему евреи они верят во христа лучше они точно так же отвергли просто и все все эти пророчества не захотели не поверили вообще учение если то есть они какие-то деньги священные не это не я так понимаю как просто если бы они верили они по ним был поступали жили а дела и белая просто бизнес-собода а им им же не выгодно строить купели тоже затраты вложения они купили кто же у нас это качи но с другой стороны коли они вложились в деньги в эти купели делаются в казани купель вот там есть так сказание купель там есть там это есть кое-где священные где-то есть не везде но сейчас есть стали строить сейчас еще года два так уже было стоило я вот у своих детей спрашивала в колуги вот они живут я говорю вы покрестились покрестились как вы крестились ну как крестились пришли там значит нас там да я его оплате не спрашивал я грамм я а я им говорила полным погружением полным требуйте полного погружения они это мы спросили полным погружением надо нам креститься они дают а у нас так не крестит смотри ты все и грязь на кого я еще верю на буду спросить такой вопрос а вот человека должен креститься как у ребенка маленьчестве крестит он же библию не знает ничего не знает нормально по вере родителей понимаешь крещение это про прообраз был обрезаем обрезание детей в восемь дней обрезаем обрезаем крайнюю плоть обрезаем почему у нас не без этого нибудь это вообще дает какой-то но понимаешь что это дает раньше если человек обрезанный значит он продлежит был бог бога избранному еврейскому но если не обрезаны все значит он будет глядеть у нас открещенный не крещеный 14 правило святого поместного гангерского собора гангерский 13 правило ну как глядите ащи некая жена ради мнимого подвижничества примет одеяния применит и вместо обыкновенной женские одежды обличиться в мужскую да будет под клятвою то есть проклято будет запретом а сколько у нас это делалось раз вот взять только серию петербургскую и там матрон и так далее как в штаны ходили все вот это вот там пожалуйста никто же об этом гангерском соборе не вспоминает правда я про ксении отчитала думаю как вот муж у нее умер она делась его одежду и так во первых она сначала плакала и чуть с ума не сошла написано а может и сошла сейчас кто знает почему от отходит от слова божьего как бы его за люди а вот именно как вот кто но глядей почему это 14 правило ащи которая жена оставит мужа и отойти вас хочет от него уйти ну избежать гнушаясь браком да будет под клятвою а сейчас как они молодежь пошли повенчались а теперь она его бросила или он ее бросил тут стоит дому же есть то же самое все прокляты а теперь идут они а можно епископу мы развенчаемся и епископ пишет властью там какой-то развенчивается печать вот под клятвою а вот кто гангерский собор собора гангерский собор святой поместный который вообще никто не знает жена написано жена тут про всех написано не только про жену тут и про мужа написано гляди ащи кто детей своих оставит и не питает и не приводит по возможности к подобающему благочестию но под предлогом отшельничества не родит о них да будет под клятвою сейчас я не знаю сколько 50 процентов русского населения все прокляты а потом а чё нас не крестят правильно а чё мы такие тупые а в чём мы тут а почему нас от господь а чё там война чё там голод да вот чё чё дитей во христе не воспитывают люди вообще не так на благочестие это значит вот о том о чем мы говорили нравственность вот они за компьютерами как брошенные там сидят все и они такие там бесноватые показывают некоторые такие ролики есть ужас какой он там ее мать она что-то раз а как завизжит схватит что-нибудь как долбанет матерками на мать а ему там лет девять десять всего вот второзаконе сказано я к сожалению помню главу со стихом сказано что как детей научать как детей научить идешь ли ты в поле научая ребенка идешь дорога себя дома то есть поставить дошко сейчас обстоятельства как бы устроители работали целыми днями садуновичи а дети сами себе представлена улице болтаясь сейчас вместо улицы сейчас компьютера сидят как бы грубо говоря то есть тоже а там тоже мы разные томатцы получают тоже далеко вот гляди про этих работа честивый правду про большевистскую церковь вот московская патриархия ащи кто пришедшие 20 в надменное расположение гнушаясь осуждает собрание в честь мучеников и совершаемые вон их служения и память их да будет под клятвою мы еще очень многие не применяем каноны а это так и есть сколько мучеников они осудили сколько мучеников не приняли а теперь спокойно они стоят сёстры веселятся ай московской патриархии хорошо ай тут почесывается ай там хоть свиньям хорошо не верит в мученичества собрание собрание это соборы вот зарубежная церковь провозглашает мученикам память а московская патриархия здесь от имени большевистской власти шлетом туда проклятия мучеников то на мучеников не принимали сколько и до сих пор не принимают соловецких мучеников не принимали за рубеж который да не причем из зарубежных мучеников они здесь умерли как сталина берем берем могут принять мучеников за иру христову как если они их сами если они их сами мучили и убивали не к вот будет 14 там взяли храм такой красивый назвать точно и там вот в 19 году расстреляли большевики храма не не храм это ощущение и вот в честь его большевики еще силы храм сделали то есть вот честь мученика не да 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 то есть есть мученика то есть и рушку тоже и это получается что за всех ответов так вот так вот это сабли смысл когда моему дедушке тридцателем году голова на цикле да это священником это священник а кто больше веке коммунисты коммунисты может не сами пьяные причине требовали они всю жизнь пьяные они по-другому не могли они как фашисты расстреливали всегда выпившие почему на украине то неспроста на москале так не любят вот это вот за большие здоровые за это тоже тогда мы западать всех на перебили учета мужика рушь точно война была вот у меня там знакомый мужчина у него отец волкаводишник и он там тоже воевал из кустов кинули ганты чуть не убили то есть там жесткое было вот пожалуйста правило 18 семнадцать гампирский же все собой аще которая жива ради мнимого подвижничества Острижет волосы, которые дал ей Бог Для напоминания подчиненности Таковая, яко нарушающая заповедь подчиненности Да будет под клятвою Вот так вот Если женщина острижет волосы ради благочестия Были такие, которые под мужчину Острижет Потому что волосы даны женщине в знак подчинения Сейчас они все подстригают же Ну все подклятвают И не ради... Ну все прокляты Богом Так понимаешь, женщина острижет волосы ради благочестия Одиннадцатая была мысль такая А сейчас ради... Часто раз брат откроет Слово Божие и прочитает Откуда эта мысль вот в канонах именно Сейчас с коричневым одиннадцатая глава Вот написано Рассудите сами, прилично ли жене С тринадцатого стиха Молиться Богу с непокрытой головою Не сама ли природа учит вас Что если муж растит волосы То это бесчестие для него Но если жена растит волосы Для нее это честь Так как волосы даны и вместо покрывала То есть у меня правильно, да? Нет, у тебя неправильно Не бриться нужно, а стричь А если бы кто захотел спорить То мы не имеем такового обычая Не церкви Божьей Нет, а будем бриться и стричь Что там именно где написано? Да будем бриться, если бриться Бриться, да, да Ну прямо именно бриться нельзя Где написано, что это? Ибо нему... Итак, муж не должен покрывать голову Потому что он есть образ и слава Божия А жена и слава мужа Ибо не муж от жены, но жена от мужа Посему жена и должна иметь на голове Свой знак власти над нею для ангелов Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа Господи Так, а где... А вот... Но если жена не хочет покрываться То пусть и стрижется А если жене стыдно быть остриженной или обритой Пусть покрывается Жене Жене, да А там уже что написано? Ну про мужа написано стричь волосы Вот видишь? А есть слишком нагло Гляди, начинается Не, ну как же, слишком есть нагло Это бритье называется Конкретно слово брить, видишь, что написано? То есть стричь и брить Тут отличается Тут написано стричь Зачем лишнего вопроса задавать? Нет, стричь на голове есть Опять начинается Ну вот гляди Видишь, написано У тебя волосы должны быть на голове А у меня если нет вообще практически Ну нет и нету Ну нет и нет Это понятно, для чего ты бреешь Чтобы ты красивее выглядел И тебе кажется, что ты так красивший Что женщина увидит тебя издалека И там у нее сердце дрогнет Все, больше не почему Да, ну как почему? Потому что ты будешь вот так вот идти У тебя, допустим, здесь будет волос И там скажут О, лысый идет А когда ты весь бритый Ты как под Бондарчука Там не поймешь, кто ты Крутой Ну, крутой, да Все крутые так решили Ну да Ну потому что у всех залысено И все Стесняются мужики Это понятно Ну написано, что стричь Ну У каждого свои недостатки есть Что у кого-то Так, у кого-то Что тебе сделаешь? А если по нужде подстригся? А если по нужде подстригся? А подстригся тоже не знаю? Начинается Вот у меня Вот тут вот шишка была Стричься написано Стричься Вот ты взял Вот остриг Сколько там у тебя волос осталось И остриг А когда ты обрил То ты лысый Ну что непонятного? А вот написано Если жене Стыдно быть стриженной Или обритой Ну стриженной Или обритой Что непонятного? Вот женщина подстриглась А есть еще и бреются То есть вообще голый череп Да Я видел Я видел Фантастических фильмов Люка Бессона Ну они есть Понимаешь Есть Поэтому что тут говорить Неправильные вопросы Задаешься Совершенно Тут не надо докапываться Слово божьих Росте борода И все И их разговор Как вот брать Кстати я и обритую тоже Я не хочу просто Верхий Завет Там и обритие говорится Что нельзя да? Конкретно обритие Говорится нельзя Круто Не касайся краев бороды Вот там обритие тоже есть Ну можно найти это Но Тут это понятно Просто мы Мы же тебе не говорим Что ты проклятый Ты пока Ты и так Под гневом божиим Что тебя добивать То что ты слушаешь Слово божие И то Господь Милует тебя Так Нетрудно поверить делу Когда Когда оно уже Перед глазами По сей же причине Молчала и дева Ибо думала Что не уверит Жениха Сказавший О необыкновенном деле А напротив Более огорчит его Подав мысль Что прикрывает Сделанное преступление Вот почему она молчала Ну сейчас ему скажу Ну он скажет Что-то Что-то Еще раз Оправдывается Оправдывается По этой же причине Молчала и дева То есть она Богородица Богородица Она не говорила Иосифу Что она Зачала Духа Святого Она молчала Почему Ибо думала Что она не уверит Мужа То есть она думала Что он все равно И не поверит А подумает Что она Прикрывает Своё преступление Оправдывается Вот почему То есть Преступление есть Как будто бы Она сблудила Вот и все И он это поймет А ну все Значит Смотрите Еще такой момент А почему Мужу Как бы Изменить Это грех А с Господом Это не грех То есть Наши муж Жена Хочется Какие мысли Допускаешь Ты Не просто Меж Просто Ну как бы Я просто Мы тут говорили Говорили Столько Златого Сговорил Говорили Все-таки В количестве Я не поняла Даже он Что смолол А вот такого Господом Господи Прости Господи Ну от Духа А не от Плоти От Духа Святого Ты что Что-то понимаешь Что-ли Ну тогда Ты просто Не сбили Самое главное Осинил Дух Святой Деву Марию Осинил Ты тогда Лучше спроси А кто такой Дух так святой Да Ее неудобно Спастить Зеленочи Много Сидеть Не надо Ну и неудобно И не надо Этого вообще Спрашивать Тебе никто Причать не будет Это тайна Благочестие Тайна Благочестие Причем тайна Тайна Он Иогово Иогово Отец Продолжаем Тотчас Приводит ему На память Давида От которого Должен Произойти Христос И не дает Ему Оставаться В смущении Наименованием Предков Напомянув Об обещании Данном Всему Роду То есть Ангел Ему Говорит Иосиф Сын Давидов К нему Обращается Иосиф Сын Давидов Не бойся Принять Деву Сказавший Не бойся Показывает Что Иосиф Боялся Оскорбить Бога Содержав В доме Как бы Прелюбодейную Вот он Чего Боялся Он думал Что она Прелюбодейка И он Боялся Потому что Закон Повелевал Побить Его Камнями Изрекся Да и Его Тоже За то Что Скрывал Они Могли Сразу То есть Он тоже Попадал Ну Как У нас Ну Если Закон Нарушил Ты Скрыл Это Кто-то Нарушил А ты Скрыл Там Есть Такой Заповедь За Соучастие Ты Подвергаешься Тому Же Наказанию Или Допустим Ты На человека Наговорил И Человека Подвел Под казнь А оказалось Что это не так Тебя Побьют Камнями У меня Родственника Когда Перестали Не было Подкинули Багратов Файку И ему За это Пять лет Дали Дали Представьте Какие Законы Багратов Легко Было Сделать Раз Перестали Это Читай Еще Читай Багратов Еще Будет Когда Антикль Сказавший Не бойся Показывает Что Осип Боялся Оскорбить Бога Содержав В доме Пролюбодейную Изрекший Имя Марии Девы Ангел Не остановился На этом Но Присовокупил Жену Твою Этим Именем Он Не назвал Бо Ее Если Бо Ее Детство Было Расклину То есть Он Говорит Не бойся Принять Марию Жену Твою Ибо Родившаяся В ней Есть От Духа Святого Мне Уже Достаточно Я Уже Поверил Все Этим Именем Он Назвал Бо Если Бо Ее Детство Не было Женой Женой Называет Обрученную Что значит Принять Не бойся Принять Что значит Принять То есть Удержать У себя В доме Ибо Иосиф Мысленно Отпустил Деву Ее Говорит Ангел Поручает Тебе Бог А не Родители Поручает Жене Для Брака Но Чтобы Жить Вместе С нею Вручает Объявляя О том Через Меня Как Христос После Поручил Ее Ученику Мать Богородицу После Смерти Поручил Ее Ученику Так Ныне Поручается Она Иосифу То есть Ангел Говорит Заботься Деве Не бойся Принять Ибо Говорит Она Не только Чиста От Беззаконного Смешения Но и Зачела Во чреве Сверх Естественно Поэтому Не только Отложи Страх Но и Возрадуйся Родившаяся Есть От Духа Святого Дивное Дело Превосходящее Человеческое Разумение И Превышающее Законы Природы Воскресательный Знам Вот все Весь ответ Все Другого Не надо Никогда Ответа Давать Создавать Вопросы Об этом Беседовать Все Тут Четко Все Понятно Наука Еще Не знает Как Человек Начинается Тут Да Да Правильно Просто Девое Так же Говорят Что Некоторые Женщины Ставят Бесподия Диагноз А врачи Тут Говорят На все Оле Божьей То есть Можете Зачаться То есть Нельзя Сто Процентно Систая Клетская Сейчас Врачи Уже Не так Говорят Отстал Ты Ожизнь Он Лифтил У меня Реклама Не Можешь Родить Мы Тебе Дадим Суррогатную Матерь Приглашаются Женщины Имеющие Детей В возрасте От 25 До 35 Лет Для Принятия Яйцеклетки Не Можешь Нет Даже Так Вот Они Бо Не Так А Дает Смирист Знать Эти Даже Не Нужно Неприятно Ну Неприятно Говорите Вот Пугачева Так Занутила Ну Вот И Все Сейчас Хотят Пугачева Говорят А мне Не Весно Что Что О Чем Речь Идет Поэтому Это Грех Все Конечно Не Надо Об этом Говорить Что Засарят Мысли А Это Тоже Все Другая Это Путин За Христианские Ценности За Христианские Ценности За Христианские Ценности Не Отвечается Жену Бросил Надежда Васильевна Слово Божие Еще Не О Том Говорит Что Такого У Многих Нет Детей И Многие Хотят Иметь Детей Берут Где Домах Ну Где Только Под Забором Готовы Любого Взять Там Потому Что Там Пингвины Они Послушные И Так Далее Том Подобное Это Очень Насущный Вопрос Для Людей Очень Насущный Вопрос И Люди Которые Приходят Ко Христу Некоторые Они Этим И Занимаются А Другие Уже Взяли Давно Суррогатную Мать Себя Как Им Объяснять Это Тоже Важный Вопрос Для Многих Если Уж Об Этих Мужеложниках Только И Все Говорят Вот Об Этом Не Говорить Но Господь Об Этом Пишет Целые Книги О Содоме И Гаморе Мы Одно Предложение Сказали И Все Читай Сереж Читай Родить же Сына И Наречешь Ему Имя Иисус 21 Он Спасет Людей Своих От Грехов Их Толкование Пространное Наберитесь Терпения Ой Ой Дочитай Не Ладно У нас Время Позволяет Позволяет Нет Полтора Часа Прошло У нас Десять Минут Осталось Даже Меньше Пять Минут Ну Да На этом Закончим Давай На этом Закончим О чем Там Толкование Это Родит Же Сына И Наречешь Ему Имя Иисус Ибо Он Спасет Людей Своих От Грехов Их Про Крещение Про Причащение Причащаясь И Их Бог Чрева И Комментарии Будет Ну Все Тогда Давайте Комментарий Такой Прям Все Понятно Вопросы Теперь По Пройдену Материала У Матросов Ну Короче Я Понял Так Что Нельзя Запрашивать Святое Таинство Как Все Кто Перед Тобой Сидят Вот То Что Тут Прочли Другого Ничего Никто Не Думает И Отвечать Никто Ничего На Чего Не Собирается Потому Что Мы Просто Люди Обыкновенные Откуда Мы Что Знаем Даже Смотришь Мессинг Какой Там Мужик Проникал В Будущее И То Это Ему От Бога Дано Было Несколько Раз Заглянуть И То Такие Вехи Когда Уж Просили Народ Просил Там Ну Война Жизнь И Смерть Уже Два Три Раза Заглянул И Все А уж Мог бы Постоянно Все Знать Нет Не Заглядывал Никуда Почему А еще Маленький Был Еврейский Священник Ему Говорит Вольф У тебя Необыкновенный Дар От Бога Я Говорит Не знаю Проклятие Это Или Благословение Ты Лучше Сделай Знаешь Как Если Будешь Людям Помогать А ты Будешь Помогать Им Ты Только Не Вреди Людям Не Вреди И Тогда Господь Глядишь Тебе Правильно Сменит Это Матфей Да Матфей Да Поэтому Сразу Нужно Учиться Если Будучи Учиться Вникать В эти Словеса Потому Что Это Евангелие От Матфея Первое Толкование Оно Сразу Все Показывает Как И Дальше Будет И Лучше Если К Следующему Занятию Я Прочитал Я Прочитал И Мне Уже Вот Это Прочитать Лучше У тебя Есть Такая Книга У меня Три Книжки Да Это Первая Да Запиши Матфей Матфей 1.21 По изучению Да На Следующий Замет Это Веду Если Ты Это Прочтешь Тебе Уже Будет Более Понятно Уже Может Какой-то Вопрос Возник Не Спонтанный А Продуманный Ну Все Молимся Все Молимся Достойно Есть Есть Какого Истин Боже Тетя Богородицу Признав Женую И Пренепорочную И Матерь Бога Наш Честнейшую Херувим И Славнейшую Без Сравнения С Ферафим Без Истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Давай Брат Ведущий Благодарим Тебя Христе Боже Наш За то Что И в этот День Позволил Нам Прикоснуться К Слову Твоему Посидеть У ног Твоих Все Услышанное Раствори Верой Господи Дай Нам Принято Рассказать Другим Людям Дай Нам Память И Все Запомнить Господи Благослови Нас На Добрые Дела Распусти Нас С Миром Утише Народ На Украине Господи Останови Это Кровавое Братоубийство Дай Людям Понимание Что Они Твое Зло Но Все Твоя Святая Воля Господи Ибо Проклят Кто Удерживает Меч Господь Нет Крови Сохрани Нашу Общину От Нашествия Иноплеменных Господи И землю Нашу Российскую Молю Тебя Заделай Так Чтобы Возродились Пастыри Наши Чтобы Занимались Народом Боли По слову Твоему Чтобы Заменили Свои Вымыслы Человеческими Законом Твоими Господи Покаясь В Небрежения Хвала Тебе Отец Сын И Святой Аминь Аминь Спасибо Христос Спасибо В следующий раз Спасибо